Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 4 мая. Вот теперь эта теплица у меня точно вся высажена. И я зашла сюда, как обычно, чтобы открыть сначала рано утром форточку, потом открываю всю дверь. И сегодня буду открывать и вторую дверь. И как раз посмотрев на нижние листики, я вспомнила, что только вчера читала комментарий, где зрительница одна спрашивает, что после высадки желтеют нижние листья, что делать, чем подкормить. Я вот пошла посмотреть по ряду, хотела показать вот явно такой желтый листик, но я не нашла, я просто вот такой вот, ну, немножко как замызганный покажу. Вот смотрите, верхние листья у нас всегда такие зеленые красивые, а самые нижние, которые самые первые, они всегда, они и до высадки были такие. Я не могу сказать, что у меня после высадки желтеют листья, нет. Но если у вас желтеют листья, вы не старайтесь и не пытайтесь быстрее. Вот обычный вопрос, чем подкормить, чем помочь? Не надо ничем подкармливать, нужно выждать какое-то время. Вы понимаете, что этот нижний лист, ну, вот мой у меня вот этот пожелтел не после высадки, а он такой и был, потому что он уже самый старый. Здесь уже, видите, цветочная кисть, и он, можно сказать, свою роль уже выполнил. И вот этот лист, лежащий на земле, я так и так буду сейчас удалять. Просто я вот эти желтые листья старые не удаляю, потому что я хочу снимать видео и показать вам, какие листья нужно удалять в первую очередь, сколько листьев удалять, как это делать. И вот пусть он пока лежит на земле, но вообще на земле я никогда не допускаю, чтобы листья лежали, лежащий на земле лист, это мостик для фитофторы. Все. Если у вас или уже при высадке желтый нижний листик, или когда вы высадили, потом он пожелтел, вы сильно не обращайте на это внимания. Нижние листья, это, пусть пенсионеры такие же, как я, не обижаются, но это листья пенсионеры, которые уже с них растения, они свою роль выполнили, и их растение уже как бы бросает на произвол судьбы. У нее сейчас есть основная задача, вот у этой томатки, например, бросить все питание, все силы вот на эту цветочную кисть, на образование новых, свежих вот этих листьев, которые больше пользы принесут этому растению. Тут и фотосинтез такой усиленный, активный. Но если вот так грубое такое сравнение сделать, это молодая, сильная молодежь, а это старые, уже отжившие свое пенсионеры, они на доживании. И, конечно, когда при высадке, ну, когда из стаканов высаживаешь, в стаканах высаживаешь, это не так заметно, а когда из лотка, и когда у растения, например, там корневая немножко повредилась, какой-то стресс, что оно бросит в первую очередь на произвол судьбы? Конечно, вот эти старые листья, в которых оно уже смысла не видит. Там уже и фотосинтез не тот, и питание уже не так усваивается. Ну, короче, старики, они и есть старики. Они этому растению не очень-то нужны. Но это вот так. Жизнь жестока, это правда жизни. Все сосредотачивается вот здесь. Здесь и солнце, здесь и все. И вот поэтому, если вы увидите, что лист пожелтел, он после высадки, это самый слабый лист, самый старый. И он во время стресса, ну, как, ну, ясно, что он самый старый, самый слабый. Он может и пожелтеть, он может даже сам засохнуть и отвалиться. У него не хватит сил адаптироваться. Здесь и уже климат другой, и ситуация другая. Может быть и воздух, может быть температура попрохладнее, или наоборот здесь жарче, или наоборот просто перемена вот этого вот климата, он не может выдержать. И смотрите, в этих случаях не надо из-за этого старого нижнего листа подкармливать все растение. Вы сейчас начнете подкармливать, она начнет жировать. Я всегда делаю так, я жду. Обычно после какого-то периода, ну, неделька, дней 10, все растение приобретает зеленый цвет. Если этот лист жизнеспособный, он позеленеет. Если он не позеленеет, будет такой же желтый и слабый, его просто в первую очередь мы сейчас удалим. Мы же будем сейчас постепенно удалять, новые будут нарастать, мы внизу будем отщипывать. Тем более, если он вот так вот, низко к земле, касается земли, даже если он не желтый, я все равно буду их удалять. Я вот сегодня или завтра пройдусь и покажу вам, какие листья я удаляю, почему, сколько нужно оставлять листьев. Если желтеет лист, не расстраивайтесь, не волнуйтесь, держите себя в руках, ничем не подкармливайте. Вообще, после высадки в грунт, не трогайте, ну, на постоянное место, не трогайте растение, пусть оно пройдет спокойно, период адаптации хотя бы 7 или 10 дней. И вот только после этого, если растение будет плохо себя чувствовать, если оно желтое, если у него явные признаки ослабленности, только тогда нужно думать о различных подкормках, добавках. Думайте об этом в последнюю очередь. Главное создать условия, чтобы была нормальная температура, чтобы был режим полива оптимальный, не заливать, не пересушивать. И растение само придет в себя. Поверьте, помидоры очень живучие, они без ваших подкормок, войдут в ритм, и все у них будет хорошо. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это по поводу листьев. У многих после пересадки, после высадки на постоянное место, листья нижние желтеют. Иногда само растение немного как выглядит таким ослабленным. Ждите. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok